Леонид Панфилов, чемпион России по картингу в 2019 году. На одном из чемпионатов Европы он показал лучший результат в картинге за всю историю автоспорта СССР и России. И сегодня спортсмен идет побеждать коронавирус. Слава Богу, меня пока не коснулось, поэтому как раз таки на опережение, по спортивному подойдем, чтобы лучше, скажем так, предостеречь себя, заранее все сделать. Мы же готовимся к сезону, скажем так, в техническом формате, мы привыкли к этому. Сейчас пришло время немножечко в формате здоровья о себе позаботиться, подготовиться. Прививку делают не сразу. Как и в спорте, фальстар тут грубое нарушение. Поэтому перед вакцинацией тщательный осмотр. Давление, сатурация, пульс, аускультация. Спрашивают и о наличии противопоказаний к вакцине. Противопоказаниями для вакцинации являются острое инфекционное состояние, температура и непереносимость тех или иных вакцин. Есть какие-нибудь показания, что нельзя делать перед прививкой? Перед вакцинацией желательно не употреблять за трое суток алкогольные напитки. Противопоказаний не нашли и Леонид отправился на прививку. В это время его уже ждет размороженная вакцина. Как первый, так и второй компонент вакцины хранится при температуре не выше минус 18 градусов с специальной холодильной установкой. Перед приходом пациента ее размораживают за 30 минут при комнатной температуре. Нагревать вакцину нельзя. Размороженный компонент вводят под кожаным. Сегодня Леониду Панфилову ввели первый компонент. Реально боялся. С детства уже не любим прививки. Тут все хорошо, не больно. Главное, что у человека рука набита. Видно, что профессионала. Я даже реально не почувствовал ее. Все, аккуратненько. Первый рывок завершен. Следующий и последний этап ждет гонщика через 21 день. Все в той же поликлинике. Всего за весь период у нас провакцинировали первым и вторым компонентом около 5000 человек. В средний день мы вакцинируем около 150 человек. А первым и вторым компонентом. Провакцинироваться может каждый. Достаточно записаться через госуслуги или лично прийти в поликлинику. Главное не забыть СНИЛС, полис, ОМС и паспорт.